Праздник стартует в Подресково. К Дню пожилого человека творческие коллективы микрорайона подготовили концерт. Настоящее интерактивное шоу, в котором участвуют и бабушки, и дедушки, и их внуки. Немножко отвлеклись. Очень хорошо. Молодцы, ребятишки. На праздник приглашены самые активные пожилые люди, многие зрители, активисты общественных организаций. Однако и тем, кто предпочитает сидеть дома или просто прогуливаться по улице, в зале также нашлось место. Те недостатки, которые, к сожалению, имеются на территории, мы всегда имеем о них информацию благодаря нашим пенсионерам, которые нам звонят, к нам приходят, информируют нас, и мы имеем возможность более предметно заниматься этими проблемами. Главные гуляния прошли на главной концертной площадке. В ДК «Родина» для гостей организовали бесплатное угощение и, конечно же, концерт. День молодой уже есть, и день. Это тоже должен наш праздник быть. Такие дела. Скажите, пожалуйста, а вот вы сами себя считаете пожилым человеком? Нет, я молодой, 18. Любой праздник – это время делать сюрпризы. Заслуженные жители города награждены грамотами. Не обошлось и без подарков. Председатель Совета депутатов Людмила Тарасова такие встречи называет социальным долгом каждого человека. Действительно, в этот день подводятся итоги работы общества и некоммерческих организаций в помощи пожилым гражданам. Потому что мы должны помнить всегда, что нашу историю делают именно люди. А люди, они имеют свойство стареть. День пожилого человека в России отмечается уже 20 лет. В нашем городе в праздничном марафоне участвуют учебные заведения, дома культуры и творческие объединения. В стороне не остался ни один микрорайон. Артем Макаров, Олег Мелехов, Алексей Козеров. Служба новостей.